Девятилетние и десятилетние мальчишки хорошо знают, что такое поражение и успех. В этом году в Арсеньеве прошел чемпионат Приморского края по мини-футболу. В нем приняли участие 11 лучших детских команд со всего Приморья. Артемовская команда «Шахтер» стала абсолютным чемпионом, показав всем, что значит сила, упорство и единство. Все 10 игр мы выиграли. Набрали 30 точей с разницей плюс 58, забили 75, пропустили 16 и стали чемпионами Приморского края. Какие ощущения после такой победы? Ой, это я не могу, конечно, все выразить. Это маленькие детки, они у меня потихонечку, они начинали играть с верстниками, которые старше на два года. И вот сейчас они уже подросли, это 10-й год маленький, они уже в третьем классе учатся, и они смотрятся очень хорошо, молодцы. Анатолий Усков своими воспитанниками гордится. Дисциплина, тренировки и, главное, любовь к игре сделали свое дело. Футбол – это массовый вид спорта. Как считает тренер, даже если ребенок не станет в дальнейшем спортсменом, игра даст ему стимул для личностного роста и умения добиваться намеченных целей. Это я считаю, есть от Бога. Вот ребенок родился, и в нем что-то есть, или генами там передалось, или как, что, они дети разные. Есть они скоординированные, они понимают все. А есть детей, надо заниматься, ему подсказывать. Ну, не получается. А потом, вот, время прошло, раз, у него начинает получаться. Что такое для вас футбол? Жизнь, вот именно. На первенстве вы стали чемпионами. Что вы почувствовали, когда добились вот такого высокого результата? Радость, радость, да. Счастье, радость, все. Мы уже сильнее становимся. Соперники были достойные, вообще тяжело было выиграть? Некоторые, да. Последние, да. Скажите о вашем тренере несколько слов. Какой это человек? Это хороший. Очень добрый, хороший, спортивный, учительный. Чтобы победить вообще, какими нужно быть? Целыми, целой командой нужно быть. Не разрушаться. Капитан шахтера Кирилл Сгибнев в команде недавно. Раньше он занимался каратэ, но любовь к футболу победила. Тренер считает Кирилла сильным звеном команды, но и сам юный игрок знает себе цену. А какой был самый сложный соперник? Какая команда? Кирилл Сгибнев, последний, который мы играли, явно взывается. С ней очень было трудно играть, мы с ней сыграем 3-1. Они хорошо там в пас играют, они водятся хорошо. У них много было моментов, что забьют. Ну, повезло, что я тащил. На воротах так хорошо стою. Сейчас команда готовится к турниру «Кожаный мяч». Проблема в том, что у ребят нет постоянного зала для тренировок. Занимаются в спортзале одной из школ. Дают время и в физкультурно-оздоровительном комплексе. Однако часы неудобны для футболистов, ведь все учатся в первую смену. Так что вопрос с полноценными тренировками пока остается открытым. Но тренеру Анатолию Ускову оптимизма не занимать. Так что пожелаем юным футболистам дальнейших побед. Сейчас потеплее. Будем искать. В этом году у нас стадион наш Артемовский закрывается на ремонт. Но мы будем искать, где нам предзаниматься. Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости.